Как оценивать трафик на сайте? Давайте разберемся. В этом видео я хочу рассказать, на что смотреть при анализе трафика, как оценивать трафик своего сайта, сравнивать его с конкурентами и, конечно же, как из этих странных табличек, которые я буду сегодня показывать на экране, делать соответствующие выводы. Меня зовут Николай Шмичков, это канал SEO Quick. Поехали! В первую очередь давайте мы вообще разберемся, какие существуют виды трафика на сайт. Конечно же, их не так много, но их можно перечислить на пальцах. Виды трафика, условно говоря, можно разделить по каналам. Есть каналы трафика, которые маркетологи прекрасно различают. В первую очередь это органический трафик. Тот самый трафик, ради которого вы, скорее всего, здесь. Органический трафик – это трафик из поисковых систем. Органическим трафиком также называют трафик, который вы не тратите никакой рекламы. То есть вы не тратите никаких усилий, никаких действий. Это органический трафик, который приходит на ваш ресурс. Следующий трафик – это так называемый реферальный трафик. Отличается он от органического трафика тем, что в органическом трафике есть некие поисковые системы, которые входят в его список. В реферальный трафик входит все остальное. По факту реферальным трафиком можно было назвать И частично органический, но не все так просто. Реферальный трафик укладывает все остальные виды трафика, по которым ваш сайт получает переходы из других сайтов. То есть, исключая поисковую систему, получаем реферальный трафик. Есть еще третий вид трафика, это прямой трафик. Это тот трафик, который пользователь передает вам, если заходит на ваш сайт просто по прямой ссылке. То есть, он просто вбил ссылку, перешел через какую-то закладку и, конечно же, попал сразу на нужные страницы вашего ресурса. Когда пользователь в поиске вбивает иногда ваш сайт, ему может предложиться ваш URL. И он может сразу на него перейти, и такой трафик будет прямым, а не поисковым. Хотя в поисковой строке в браузере вбивал всего лишь название вашего сайта. Google такой трафик прекрасно переводит сразу на прямой. Это зарабатывает, если пользователь, конечно же, посещал ваши ресурсы. Следующий трафик, я бы назвал его разновидностью реферального трафика, это трафик из соцсетей. Да, существуют еще определенные сайты, которые мы называем соцсети. К примеру, Facebook, Instagram, Twitter. Сейчас появляются новые соцсети, берем TikTok, к примеру. Нет. И ссылки, которые вы располагаете в этих соцсетях, вполне могут быть кликабельными, и пользователи нажатия на эти ссылки могут попадать на ваш ресурс. Так как эти сайты стоят особнячком, они очень гиперпопулярны, в аналитике их выделяют как соцсети, и поэтому они отделены как отдельный канал. Чем активнее вы в соцсетях, тем активнее делитесь ссылками, чем более развита у вас там аудитория, тем эти ссылочки будут у вас более кликабельными, и, соответственно, ваш ресурс будет получать больше трафика из соцсети. Интересная ситуация. Мессенджеры, по факту, являются тоже соцсетью, но Telegram не попадает в этот список. Telegram попадает в список реферальных сетей трафика, и, конечно же, в соцсети пока что он не причислен. Кстати, интересно, когда его наконец-то туда добавят. Ну и, конечно же, не стоит забывать, существует платный трафик, и платный трафик может присутствовать практически везде, где вот мы сейчас перечислили. Платным трафиком можно назвать платный трафик из соцсетей, есть платный трафик из поисковой системы, есть платный трафик из систем мерчантов. То есть платный трафик, он довольно обширен. Отличие его заключается в том, что он попадает под определенную касту, в определенный канал, и выделяется в аналитике всегда отдельно. Следующий вид трафика – это трафик из электронной почты. Это особый вид реферального трафика, который переходит к вам с одного сайта, в частности, с писем. И трафик с e-mail, он тоже идет в отдельный пунктик каналов трафика. Почему я начал именно с этих каналов? Потому что мы эти каналы будем рассматривать дальше в анализе конкурентов и рассказывать, как их использовать. Следующий вид трафика, который можно поделить – это трафик по устройствам. Устройств, при помощи которых ваш сайт может получать трафик, действительно не так много, но их, условно говоря, делят на несколько. В первую очередь – это десктопы. Второй нюанс – это мобильные устройства. Сюда входят мобильные телефоны и планшеты. Их иногда разделяют, но в целом это мобильный трафик, у меня его так условно делят. Ланшет не занимает огромную долю трафика, поэтому их часто объединяют. И третий вид трафика – это трафик мобильных приложений. Его выделяют отдельно, потому что некоторые сайты имеют мобильные приложения, например, крупные интернет-магазины. И трафик из мобильных приложений тоже нужно учитывать. Ну и, условно говоря, трафик делят по поведению. Смотрите, в зависимости от того, как пользователь попал на ваш ресурс, он ведет себя там по-разному. В первую очередь, давайте возьмем такой вид трафика, как информационный. Это когда пользователь приходит на ваш сайт, когда он ищет ответ на какой-то вопрос. То есть, его что-то интересует, может интересовать, кстати, ваши цены, может интересовать ваше местоположение. Но чаще всего под информационным трафиком его может интересовать, как что-то сделать, например, как починить стиралку, как настроить оптимизацию сайта. И для этих целей вы, конечно же, создаете соответствующий контент и рекламируете его на соответствующих площадках, которые она перечисляет. Будь то в соцсети, там это может быть ваша e-mail рассылка, или вы просто написали колоссу статью, и она зашла в топы гугла, и сама уже по себе привлекает трафик. Без каких-либо дополнительных усилий. Поэтому для этого вида трафика, конечно же, создаются специализированные страницы. Это раздел обучения, создаются статейный раздел с блогами. И там пишется соответствующий контент для того, чтобы аккумулировать вот этот трафик у себя. Следующий вид трафика, который я бы назвал, это коммерческий трафик. Этот трафик приносит вам прямые деньги. Его поведение, конечно же, отслеживается по соответствующим действиям на ресурсе. То есть, если первый мы отслеживаем, потом как можно дольше пользователи проводят на нашем сайте, взаимодействуют, читают ли другие странички, переходят по другим страничкам, то здесь наша задача не отслеживать, как они часто гуляют по нашему сайту, а совершать ли они определенные действия, жмут ли на нужные кнопки, заполняют ли соответствующие поля в формах обратной связи, и платят ли они нам эти денежки. Для этих целей коммерческий трафик его выделяют тоже отдельно, и для него создаются особые методы оценки качества. Это другой тип событий, так называемый конверсии. Третий вид трафика я бы назвал, это сезонный. Сезонный трафик, чем отличается от всех предыдущих, у него есть определенные критерии. Летом, например, если вы занимаетесь зимними игрушками, вы, скорее всего, трафика не увидите. Поэтому поведение этого трафика летом будет низким, а зимой высоким. Поэтому сезонный трафик, будь информационный или коммерческий, он может также варьировать очень сильно. Ну и, конечно же, есть такое понятие, как трендовый трафик. Например, в связи с ситуацией в стране, мы, конечно же, знаем, что многие попадали под неприятные ситуации, теряли свои дома, и, конечно же, иногда ищут там способы получения финансовой помощи, и эти запросы могут быть популярны. Любой другой пример вы можете также придумать. Сейчас вознялись цели на бензин, и, допустим, тренд бензина сейчас резко вскочил. То есть он не носит сезонные характеристики, и он привязан к каким-то событийным ситуациям. То есть нет колебаний, а он может просто взлететь на данный момент и упасть. Ситуационный такой трендовый трафик, на нем живут основные сайты, коммерческие сайты, конечно, не так быстро к нему могут адаптироваться, но могут, например. И информационные ресурсы в основном живут за счет трендового трафика, оптимизируют, быстро оценивают свой контент, заточенный как раз под эти тренды. Ну и, конечно же, есть, не путать с трендовым трафиком, есть брендовый трафик. Вы можете иметь, в принципе, не самый оптимизированный товар, не самый популярный товар в поиске, но, например, вы продаете какие-то сладости, которые там делаете только вы и больше никто. Но название ваших сладостей не представляет какой-то там популярного поискового запроса. То есть, их так не гуглят, к примеру. Но все знают вас как бренд. И этот бренд, например, может быть очень популярен, и его могут часто гуглить. Например, некоторые магазины вообще не продвигаются по обычным запросам, например, рубашка, там, курт и тому подобное. Ну, допустим, отлично прокачанный по названиям своего бренда. Теперь мы переходим ко второй части моего видео. Это как смотреть трафик на своем сайт. И для этих целей нам, конечно же, поможет Google Аналитика. Это идеальный ресурс для того, чтобы смотреть поведение пользователей на своем сайте. Мы переходим в Google Аналитику, выходят соответствующие отчеты. И на этих отчетах мы можем выбрать как раз нужные виды трафика, которые мы хотим увидеть. И смотрите, вот мы перебираем здесь источники трафика и привлечение трафика. Я про это также сказал в своей статье. Не путайте. Источники трафика – это то, откуда к вам пришел первый пользователь. То есть, привлечение трафика – это откуда вам вообще пришел пользователь. Вот в данный момент, вот несколько раз один и тот же. То есть, условно говоря, здесь идет привязка к сеансу. Это как работала раньше третья аналитика, ну, то есть старая вот эта Universal Analytics. А здесь оно учитывает, как вы впервые привели пользователя. Максимально ценный, конечно же, для маркетологов именно этот отчет. Цену нужно смотреть, как работают все ваши каналы по вот этому отчету. Поэтому здесь вы можете увидеть, я вот перечислял, как раз вам все эти каналы. Вот они как раз у нас здесь все встречаются. Вот самые основные 7 каналов, которые мы видим, они у нас прописаны. Теперь мы можем прописать дополнительно в аналитике источник. Первый источник пользователя. И посмотреть, какие источники впервые привели пользователя на наш ресурс. Вот мы видим, что здесь оно поговорит 10 из 16. Мы можем увеличить этот список. И можем увидеть, какой канал привел нам какого пользователя. И можно увидеть, откуда приходили пользователи на наш ресурс. Здесь есть канал события конверсий. Можно увидеть конверсии, то, про что я говорил, по которым можно отслеживать события. События это то, какие события совершал пользователь на ресурсе. Здесь вы можете увидеть все, какие пользователи... Конверсии это те события, которые я понятил, как коммерчески значимые. Вот то, что мы говорили, если мне надо оценивать платный трафик, я буду оценивать конверсии. Если мне нужно оценивать информационный трафик, я буду оценивать в целом все события на ресурсе, в частности какие-то конкретные. Вы отслеживать, например, как часто пользователи проскроллили вообще ту или иную страничку. Я могу попробовать смотреть, как пользователь активнее взаимодействует с нашим ресурсом. Привлечение трафика имеет те же особенности в настройке, но здесь, как говорится, мы можем увидеть, как зашел, условно говоря, пользователь в единицу времени. То есть там мы увидим, когда он был впервые привлечен, а здесь мы можем увидеть длиницу времени, как он к нам попал в данный момент. И в данный момент здесь вы, если делаете то же самое, добавляете канал, источник, у нас канал уже выведен. Источник сеанса, здесь очень важно, здесь сеанс и, соответственно, здесь подсеанс. Вот мы видим общую картину, откуда к нам пришли пользователи. Вот можно увидеть всю картину. Здесь уже вы можете увидеть, какой канал трафика вам дает лучшего. Например, можно посмотреть по каналу трафика. Например, мы можем выставить компанию, связанную с сеансом. Это если мы говорим про платный трафик. И мы можем увидеть, какие компании у нас работают. Сколько заявок, условно говоря, было приведено с поиска за месяц. Ну или маркетинг, который на этих сеансах, именно для этих сеансов, пока что еще ничего не дал. Ну вот реферальные каналы, то есть можно увидеть, сколько органика дала и сколько прямые заходы дали к конверсии. Можно посмотреть, конечно, конкретные события. Вот, например, это у нас событие, называется именно заявка. И вот мы можем смотреть, сколько реально заявок. Видите, контекстная реклама дала именно оформленные полноценные заявки. На чатах и все остальное, именно полноценных заявок больше, чем другие направления. Как вы видите, аналитика, она достаточно простая. Настройки и все настройки делаются вот при нажатии на соответствующие фильтры. Вы можете, допустим, выбрать, напоминаю, мы будем сейчас работать с источником трафика. Но возьмем, добавим фильтр. Нас интересует только там, где у нас группа каналов с первым взаимодействием. Мы берем paid search. Если мы сейчас ассортируем, мы увидим пользователей, которые нам привела строго рекламу. Все, мы фильтровали. Теперь мы можем здесь выставлять любые другие показатели. Вот мы видим компанию и можем выбрать здесь любые другие показатели. Но, например, мы можем сегментировать по городам. Можно посмотреть, с каких городов к нам заходили пользователи. Смотрим, оба. Киев, большая часть, вы видите, заявок была в Киеве, что довольно интересное. Можно, например, отсидеть страницу. Можем увидеть, на такую страничку лилась реклама за этот весь период. Если же вы хотите зацепить диапазон больше, берете за двинации. Здесь, конечно, за год, и можно посмотреть та же ситуация. Вот нужно по городам увидеть разбивку, например, полностью. Какие города им давали нам как раз и сломать поток за весь период времени. То есть, если мы возьмем, так развернем, можно увидеть список всех городов, откуда вы к нам, заходили пользователи и оставляли заявки. То есть, благодаря этой информации, вы можете просто анализировать любой свой трафик своего проекта, либо проект, на который он пришел, и оценивать платный трафик, который он приходил. Аналогично работать и с поисковым трафиком. То есть, здесь вы просто выставляете нужные фильтры в группах канала. Можете искать там любой другой вариант фильтра. То есть, можно то же самое сделать, например, по органике. А педагогистик посмотреть, откуда, с каких городов приходили вообще пользователи, откуда оставляли заявки, как вы видите. Можно смотреть полную статистику, откуда пользователи за годы просто пытались оставлять заявки на ресурсы, отправляли любые заказы, то есть, любые действия. То есть, можно отследить все. Аналитика в этом плане – это полный ассортимент по оценке вашего трафика. Второй инструмент, который обязательно я рекомендую к рассмотрению – это Microsoft Clarity. Почему его? Это инструмент, который по факту позволяет отследить не просто посещение пользователя и какие-то конверсии, а позволяет проследить реальное поведение пользователя. Реальное поведение пользователя можно смотреть в виде записей, которые делает, в частности, инструмент Microsoft Clarity. Вы можете смотреть за пользователями в прямом эфире, можете смотреть, как вели себя уникальные пользователи за какое-то количество дней. Вот можно зайти в раздел записей, и вы можете посмотреть, как вели себя пользователи, которые путешествовали по вашему сайту. Например, смотрели ли они подкасты. Вот кто-то 9 секунд находился, кто-то 3 секунды находился. Вот можно посмотреть, как он себе вел, вот запускается плейлист, вот можно посмотреть, опа, он малое взаимодействие. Вы можете отсортировать записи при помощи специальных фильтров. По умолчанию фильтр, который вы видите, он позволяет посмотреть записи за последние 3 дня. Но здесь при помощи фильтра вы можете настроить себе любой диапазон. Можно отфильтровать из всех пользователей, те, которые, допустим, вели себя как-то по-необычному, допустим, которые реально перемещали курсор, которые выделяли текст, вводили текст на ресурсе. Или, например, можно отсортировать люди, которые там проводили минимальное количество времени. То есть, например, можно взять тех, которые проводили минимум 4 минуты. Вот, пожалуйста, можно увидеть там пользователей, которые читали мою статью в течение 5 минут. И есть реальная запись, то, как он ее читал. Мы не будем все 5 минут, мы можем так промотать, посмотреть, сколько времени он ее читал, до какого момента он доходил. Вот, то есть, видно, что он открыл долгое время и не читал. Вот, видно, как он ее листал, где он взаимодействовал. Ага, куда он, я так понял, перешел на полный аудит, точнее, нажал. Нажал на крестик «Затрать в бане» и дальше дорисал, я так понял, до конца. Аналогично можно смотреть, как кто пользовался нашими тулами. Например, некоторыми тулами видно, что пользовался человек 15 минут. Что, как вы заставляете задуматься, что тулы это довольно классные и действительно привлекают огромное количество аудитории. Обращу внимание, что иногда верстка может отличаться, но в целом запись он делает то, как есть. Но введенные данные он не сохраняет, он полностью в этом плане анонимный. Вы можете не волноваться, что Microsoft покрадет ваши личные данные. Они никак не сохраняются на серверах. И даже если кто-то вдруг заполучит доступ к вашему счетчику, данные ваших клиентов в полной сохранности. Поэтому с счетчиками можно быть вполне успокойным, что данные не убегут. Даже если люди пишут записи, люди их вводят, вы можете за это не выполноваться. Здесь все удобно в плеере, что можно просто пропустить все ролики, связанные с бездействием. Стоять только активные зимы DSP и смотреть за ним. Как использовать этот инструмент? Если в первом варианте мы могли определить источники трафика, сколько они приносят на кого конверсии, сколько приносят денег, какие компании приносят деньги. То есть там при помощи фильтров можно выставлять любые настройки и смотреть то, как вам нравится. Самое главное, это в голове сложить, по каким фильтрам вы будете их настроить. Здесь же вы можете смотреть, как пользователь видит вашу страницу, как он с ней взаимодействует, на какие кнопочки нажимает и, конечно же, какой результат в итоге получает. Поэтому здесь у вас полностью открытый карт-бланш по анализу своего трафика, будь то платный или бесплатный. Следующий пункт, который мы с вами обсудим, это анализ не вашего трафика, а трафика ваших конкурентов. Почему? Потому что свой трафик у нас есть два крупных инструмента. Мы при помощи них можем полностью проанализировать наш ресурс от А до Я. Вплоть, как я еще раз говорил, от источников трафика, как они себя ведут, какие пользователи конвертят и что они конкретно на ресурсе делают. Если вы полностью это все можно увидеть в двух инструментах, вам не нужно даже больше. Эти два инструмента закроют все ваши задачи по анализу трафика. То вот с анализом конкурентов тут не так все просто. На самом деле инструменты по анализу трафика конкурентов, вообще по анализу конкурентов, они довольно разнообразны. И в целом их можно охарактеризовать по трем категориям. Есть очень удобные инструменты, за которые нужно платить деньги. Есть удобные инструменты, которыми можно пользоваться бесплатно. И есть третья категория остальных инструментов, которые мы обычно не будем рассматривать. В список первых я бы отнес, конечно же, Serpstat и Ahrefs. Эти инструменты классные, удобные, но они платные. За них нужно платить, потому что, в принципе, та информация, которую они дают, она исчерпывающая по тем вопросам, которые мы будем сегодня обсуждать. Но они стоят денег, в бесплатной версии вы очень сильно ограничены. Второй тип инструментов, сюда попадает только один инструмент, это SimilarWeb. Да, его есть платная версия, но на текущий момент задачи, которые он предлагает, платной версии, я не обнаружил сверх каких-то классных, которые вам пригодятся. Но маркетологи опытные берут себе платную версию его, потому что им нужны чуть-чуть другие задачи, помимо тех, которые мы сегодня в ролике рассмотрим. Поехали. В первую очередь, вопрос, который задают чаще всего, это как отслеживать вообще долю трафика SEO-конкурентов. Здесь мы будем смотреть, конечно же, на поисковую систему Google. Я не буду рассматривать другие поисковые системы, потому что Google является лидером рынка на сегодняшний день. Это практически 95% трафика всего вашего сайта будет приходиться на поисковую систему Google. И, конечно же, вы будете оценивать ее в первую очередь как основную систему поиска, через которую пользователь попадает на ваш ресурс. Поэтому для анализа конкурентов мы используем Ahrefs. И, конечно же, при помощи него посмотрим любых конкурентов. Любых. Можно посмотреть любой сайт. Давайте посмотрим на такой магазин, как Розетка. Самый большой магазин на рынке, который на сегодняшний день имеет огромное количество страниц, огромный трафик, огромное количество ссылок, монстр, вообще лидер выдачи. Если многие думают, что он не продвигается, он постоянно продвигается, он не постоянно занимается линдбилдингом, он постоянно занимается ростом. Этот магазин не стоит на месте и вряд ли когда-либо будет. По одной простой причине об этом мы тоже поговорим. В первую очередь мы будем рассматривать как раз именно этот вопрос. Откуда этот магазин берет трафик и в каких количествах? У Ahrefs есть ответ. Этот отчет называется топ страниц. И он очень удобен. Он очень удобен. При помощи него можно просто зайти и посмотреть, какие страницы дают ему трафик. Вот мы видим весь список страниц. Он огромен. На трафике ему дают далеко не все. Мы можем просто взять их и отсортировать хотя бы те, которые дают хотя бы чуть-чуть трафика. Мы увидели 2 миллиона страниц, а сейчас после фильтрации их останется 378 тысяч. Как мы видим, где-то 20% страниц дают трафик, а остальные 80% трафик не дают. Принцип Парета в чистом виде. На самом деле это довольно интересный кейс, когда вы анализируете конкурентов. Доля сего трафика конкурентов не всегда приходится на все страницы, а приходится чаще всего на те страницы, которые в этот список не попали. И вы можете увидеть, какие категории дают им больше трафика. Какие страницы дают им огромное количество трафика на сегодняшний день. Если вы скачаете весь этот список и изучите его, вы поймете там, где они сильны. При отслеживании доли конкурентов трафика мы можем сделать 2 вещи. В первую очередь, если вы хотите продвигаться по этой же категории, вам нужно всего лишь изучить, по каким поисковым запросам они продвигаются. Это делается буквально в один клик. Вы выбираете, допустим, конкретную категорию. Допустим, есть картины по номерам. Все знают эти картины, которые разрисовывают по номерам. Вот вы хотите их продвигать. И открываете, разворачиваете этот списочек. Выбираете страну. Забавно, что они по Украине ранжируются ниже, чем по России. Забавный факт. И вот вы видите, картина по номерам. Вот, 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 они идут весь список. Можно перейти на этот список. Новые вкладочки. 2700 слов. Скажет Николай, вы что, с ума сошли? Что нам с ними делать? Вы берете все ключевые слова, которые дают трафик. Осталось всего 230 слов. Если убрать отсюда всякие смысловые дубли, картины, картинки, картины, вот это все, поубирать эти дубли. Оставить только уникальные. Можно составить список слов, которые должны присутствовать на вашей странице. Где у вас какие должны быть заголовки, какие должны быть описания, какие ключи должны быть использоваться. Вот я вот, например, вижу уникальные 60, 80, тому подобное, то есть вот можно увидеть. В целом вот есть список слов, на которые можно ориентироваться. Всякие ошибки пропускаем, оставляем только уникальные, оставляем всевозможные размеры, разрисовки берем слова. Вытаскиваем вот эти уникальные слова и проверяем, включены ли они на нашей страничке. Если они включены, классно. Если они не включены, дописываем, подбираем заголовки, описание. На что еще можно обратить внимание? 230 слов все равно тоже очень много, поэтому можно отсеять, что имеет фичерд сниппеты. А еще, что имеет по этим запросам People Also Ask. Это очень полезно, потому что этот списочек сейчас резко поредеет. Их осталось всего, видите, 107 слов. И мы можем развернуть вот так вот выдачу. При развороте этой выдачи вы можете увидеть вот этот волшебный People Also Ask. Добавляете такие People Also Ask по каждому ключу в свой контент. Просто взяв по самому сильному сайту конкурента и его ключи, развернув у ключа, который дает расширенный сниппет и People Also Ask, взяв эти People Also Ask, дав на них ответы, можно просто за счет этого сделать более классную страницу, которая будет иметь полное право влететь в топ-10. Вот аналогично смотрим следующий. Вот здесь People Also Ask, вот тоже вопросики уникальные. Вытаскиваете больше уникальных вопросиков, собираете себе ТЗ на страничку, получаете классный контент на сайте. Ваша страничка может быть даже оптимизирована лучше, чем страничка этого конкурента. И вы можете вылезти спокойно в топ. Хотя бы присоседиться к ней, занимать первую тройку, первую четверку и собирать свой трафик. Анализ конкурентов при помощи Ахребса просто по топ-страницам позволяет сделать вашу страницу лучше. Второе, что можно сделать, это, конечно же, заняться поиском слабых страниц конкурента. Вернемся к нашему предыдущему отчету, где я сортировал трафик от единицы, а я здесь сделаю вот так вот. От нуля до нуля. Ножны будем увидеть в районе около нескольких миллионов. Да, миллион с хвостиком. А теперь наша задача отсеять ключевые слова, волюм у которых довольно высокий. Давайте вот мы сейчас сделаем, вот волюм, давайте хотя бы от 50. Я хочу просто очистить этот список, как вы понимаете, от огромного количества страниц, которые имеют низкий трафик. Далее дело техники. Искать ниши, в которых ваш конкурент очень плохо себя чувствует. Как вы видите, вот он здесь отвалился по керосиновой лампе. Это значит, что у него эта страничка вообще не имеет трафика. Но давайте все-таки мы посмотрим, может быть он просто эту страницу удалил. Нам все-таки посмотреть, где хотя бы какое-то количество слов, здесь вот keywords, хотя бы от одного. То есть страницы, которые у розетки нашей конкурента находятся в выдаче, но не на первых местах. То есть не дают им трафика. Здесь мы увидели страницы, которые выбрались. А вот страницы, которые у них есть, но трафика не дают. И здесь, конечно, может быть полный трэш у ваших конкурентов. Но если вы будете пользоваться фильтром по ключевым словам, вы может быть даже найдете то, что вас интересует. Например, мы можем поискать ноутбуки. Давайте ноутбук поищем. Будут ли ноутбуки среди этих 400 страниц? Да, 917 страниц оказалось. Смотрите, все, что связано с ноутбуками, вы смотрите. Страничка ноутбук HP Pavilion, у розетки, да, этот запрос. Вот эта, в частности, страничка занимает какое место? 31. Если вы планируете продвигаться по этому запросу, есть очень высокая вероятность, что вы по нему можете занять первые места. Ну, здесь я же говорю, нюанс в том, что в этом отчете вы можете найти запросы, но может оказаться такая ситуация, что по этому запросу наш сайт в целом просто хорошо ранжируется. Давайте мы с вами себя проверим. Да, у них просто ранжируется просто другая страница. В этом есть определенный нюанс, надо перепроверять. То есть, если вы нашли запрос, и проверяете. Вот ноутбук с видеокартой. Давайте проверим. С дискретной видеокартой. Видите, с дискретной видеокартой есть, а просто с видеокартой запрос пустой. Может быть, это правильно, потому что все, видите, поэтому ниша с дискретной. Тоже пропускаете. Смотрите дальше. Допустим, чехол на ноутбук. Интересно. Не очень удобно, что нельзя слово скопировать. И смотрите, здесь снова они. Видите, просто URL другой, отличается от этого. Ага, смотрите, здесь матрица для ноутбука, здесь Helit Packard. Видите? Рейтинг процессора в Intel. Эквалайзер на ноутбук. Это страничка комментов, возможно, тоже ранжируется. Смотрите, какая страничка. Если страничка не целевая, то вы можете смело ее пропускать. А вот, например, батарея для ноутбука Acer Aspire. Интересно. Опа, а розетки здесь нет. Видите, здесь совсем другие конкуренты. Вот она же на шестом месте. Место, в принципе, в выдаче такое полупустое. Тут пром, Acer Parts идет, только тут розетка. То есть, в целом, конкуренция по этому запросу уже, как говорится, пониже. Ну, собственно, Ахревс нам об этом и говорит. Что конкуренция пониже вот на этот конкретный запрос. Плюс этого метода заключается в том, что можно по нужным нишам найти такие вот странички, где ваш крупный конкурент слабее. Почему так делают? Потому что, когда вы подбираете ниши для продвижения, для большого сайта, очень сложно конкурировать с теми, которые продвинулись очень сильно и имеют очень большой вес в плане продвижения. Я вижу вот эти метрики, потому что у меня стоит плагинчик Ахревс, который позволяет вот это все видеть. То есть, этот плагинчик позволяет мне видеть все эти метрики прямо на сайте. Например, такой крупный сайт, как розетку, практически сдвинуть очень тяжело. И выгоднее влазить туда, где конкуренты явно послабее. То есть, где они очень слабенькие. И можно вот вклиниться вот в это вот прямо рядышком с ними. При этом анализе обычно проверяется не один сайт, а несколько конкурентов. Поэтому проверяйте сразу других, которых вы встретили, на предмет поиска вот этих ниш, где ваши конкуренты слабы. Второй вариант, который позволяет оценивать всевозможных конкурентов, это такой же аналогичный контент гэп анализ. Но минус его мы не так нормально пользоваться не смогли. По одной простой причине, в нем не очень удобно фильтровать. Конкурентов добавляется всего 5. При помощи отчета TopPages можно сделать гораздо больше, просто работая с таблицами и грамотными запросами вот в этих фильтрах. Вот я вам показываю сейчас эти фильтры, вы как раз можете их запомнить. Это те, которыми мы реально пользуемся. Следующее, на что нужно обратить внимание, это, конечно же, поиск ключевых слов, которые приносят трафик вашему клиенту. Как вы говорили, можно смотреть отдельно страницы, мне нравится такой анализ, но можно еще смотреть по ключевым словам. Отчет Organic Games позволяет сделать то же самое. Вы можете сразу отследить ключевые слова, которые вашему конкуренту приносят наибольшую долю трафика. И здесь как раз мы будем оценивать тот тип ключей, которые мы рассматриваем в начале видео. Обратите внимание, что самый популярный ключ, конечно же, розетка. Но здесь имеется в виду розетка не вилка, а название бренда. Просто гигантский волюм и гигантский трафик. Посмотрите, все остальные ключи просто на его фоне, мягко говоря, теряются. То есть, если взять реальный трафик всего сайта и взять его просто брендовый запрос, который люди забивают, вы можете сопоставить долю брендового трафика у этого ресурса. Если вы просто хотите исключить эти брендовые запросы, можно использовать вот такой вот отчет. Например, не содержит, допустим, розетка по-русски. И, допустим, добавим, давайте, не содержит розетка по-английски. Вы, правда, таким образом не избавитесь от неправильных написаний бренда, но в целом, вот если вы сделаете такую фильтрацию, вы увидите, что количество ключей должно нормально так поредеть. И вы уже будете видеть полный список ключевых слов, по которым данный сайт получает трафик. И, как вы видите, вот список ключевых слов, которые генерируют трафик для этого сайта, можно отследить вот рядышком слова, страница, слово, страница, слово, страница. Вы точно так же можете здесь отслеживать не только слова, а можно, например, отследить те слова, которые трафик не приносит. Напоминаю, что это легко сделать, если мы берем трафик от нуля до нуля, ставим, мы получим список ключевых слов, которые трафик попросту не приносит. То есть они есть, они приходятся на какие-то страницы, но трафик не приносит. И вот, как вы видите, вот, допустим, телефон Бравис какой-то, да, вот телефон Бравис. Вы видите, что он не приносит трафик, но розетка по нему на первом месте. Но сам запрос трафик не приносит, то есть у него волюм равен нулю. Как избавиться от этих запросов? Мы, конечно же, делаем фильтр, волюм, давайте, допустим, от 40. Таким образом, мы избавимся от большинства запросов, в которых трафик является нулевым, он есть в системе, и он нам просто мешает. И мы можем смотреть уже здесь по тематике, допустим, какие-то запросы, которые могут вам помочь. Как вы видите, учебники у розетки как-то плохо себя чувствуют, всякие игры там, какая-то ерунда. Тут можно найти много чего. 23 тысячи слов, можно сидеть и разбираться очень долго. Давайте мы все-таки разберемся с той же нашей темой. Мы хотели контейн, давайте ноутбук. Мы надеемся все-таки, что мы продадим ноутбуки по какой-то категории лучше, чем розетка. Можно еще выбрать страну. Всегда очень важно выбирать страну. И вот мы видим, какие ноутбуки, допустим, на том же сайте, плохо себя чувствуют. Мы видим, что очень сложно продвинуть ноутбуку, учитывая такого сильного конкурента. Ну, например, можно посмотреть. Ага, идиопат, тут второе место, тут, господин, газик ноутбук, даже не знаю, что это за запросы. Но вот какой-то вот этот ноутбук Хиллит Пакард каким-то чудом ранжируется очень плохо. Мы можем себя всегда проверить. По этому запросу, да, действительно, розетки здесь не пахнет. Вот этого ноутбука просто нет. Этот запрос, его вот кто-то ищет, вот есть трафик, вот розетка по нему на 22-м месте. Как вариант, да, вот такие слова тоже искать, которые не дают трафик. Почему я ставил трафик 0,0? Потому что таким образом можно найти запросы, у которых действительно очень специфический трафик. И фактически их можно отсеять. Но можно делать другую фильтрацию, можно сделать местный трафик. Можно брать Position. И мы берем вот этот волшебный фильтр 11-20. Почему 11-20? Потому что это значит, что где-то она есть, но где-то отстала. Количество слов приблизилось к 100. И что мы видим? Страничка игры на ноутбук. Розеткой тут не пахнет. То есть их тут нет. Поэтому если мы хотим продавать игры на ноутбук, можно создать страничку, в которой, если вы продаете игры, можно создать игры, которые там тянет ноутбук. Заточить под этот запрос страницу. Напоминаю, все те действия, которые я рассказывал ранее, там, people.lsaski тоже. Используем для написания нашей странички. И можем вот под этот запрос уже создать страницу. Почему такой простой метод? Вы можете сразу увидеть, что где-то конкуренция может оказаться очень низко. Это все мусор. В Украине он быстро выбьется, если вы создаете страничку и прокачаете. Видите, очень много бэушных запросов. В этой нише, понятно, их нету. Но в этой нише могут быть другие конкуренты. Это не ваш прямой конкурент. Но у вас будут сайты объявлений, конечно же. Ну и здесь конкуренция уже пониже. То есть можно после OLX прекрасно себе собирать трафик, если прокачаться лучше, чем вот эти два мусорных сайта. Почему мусорных? Ссылочек мало. Доменный рейтинг маленький. А Bigel, видите, аж где находится с бесплаткой, далеко. То есть, мягко говоря, первое и третье место можно спокойно выбить специализированным сайтом по продаже БУ ноутбуков. Ну и, соответственно, вы видите, тут можно посмотреть все эти запросы, выловить их и собирать себе трафик. К следующему вопросу я старался подготовить ряд инструментов, но я эти инструменты показывать не буду по одной простой причине. Я об этом рассказал в своей статье. Ссылочка на статью будет в описании. И вопросы, как анализировать платный трафик конкурентов, на самом деле здесь мы сходимся к мнению того, что платный трафик можно анализировать двумя путями. Можно использовать тот же самый Ahrefs или тот же самый Serpstat и посмотреть ключевые слова и тексты объявлений. Но, учитывая то, как далеко шагнула платная реклама, а напоминаю, платная реклама есть поисковая, есть динамический ремаркетинг, есть товарная реклама торговая, вот эта в ленте, которая отображается, есть реклама в YouTube, есть реклама в Facebook, в Instagram. То есть, платная реклама, она очень многообразна. То, на самом деле, мы упираемся в то, что не все виды рекламы фактически мы можем увидеть. Потому что в том же Ahrefs и Serpstat вы можете увидеть только рекламу поисковую. Давайте посмотрим. Вот наш огромный сайт «Розетка», на котором мы сейчас находимся. И его отчет платной рекламы, вот вы можете увидеть платные ключевые слова, по которым он ранжируется, и улыбнуться, что тут всего лишь 2500 ключевых слов. Это еще для «Розетки» это хорошо. Любой другой сайт, который вы вставите, вы увидите ерунду, практически ничего. Тут у вас есть там, где они показываются, сверху, снизу, да, и можно посмотреть, как выглядит реклама. Какого формата они льют рекламу? Да, 1663 объявления. Я посмеюсь, да, вот их адсменеджер, да, который сделал всего рекламу на 2000 слов. Нет, там все совсем по-другому, и совсем не все так просто. То есть, как вы видите, да, какие вот объявления вот он видит, да, то есть можно увидеть, какие объявления показываются. Но, ребята, этот инструмент является костылем. Через Ахребс, Сербстат вы не увидите нормально контекстную рекламу. Причина простая. Все эти сервисы, они собирают рекламу, всю эту выдачу только с одного какого-то региона. А рекламу могут лить на отдельный город. Кто-то льет на Львов, кто-то льет на Житомир, кто-то льет на Одессу. И эту рекламу, если она не льется, допустим, на тот регион, с которого собирается выдача, ее не видно. И здесь вы не увидите всего многообразия, которое может быть. По поводу оценки платного трафика, я могу сказать, что нормальных инструментов, при помощи которых вот я нажал кнопочку, увидел все многообразие, какая у них реклама, как она работает, что нальется, нет. Не обольщайтесь. Я сколько пробовал другие сторонние платные сервисы, как я говорил, есть третья группа сервисов, там все плохо. Я пробовал Семраж, который вроде бы я считал классным, все тому подобное, но там тоже все плохо. Если вы хотите посмотреть хотя бы на текущий вариант рекламы, ну, в какой-то определенной стране, я рекомендую обзавестись вот таким вот плагином Location Guard, установить его себе и, меняя регион, вот меняя регион, смотреть рекламу. Например, вот я сейчас вот выберу себе в Location Guard региончик. Давайте вот мы сейчас возьмем Дубай. Вот, например, нам нужно выбрать какой-то регион, мы ищем, пожалуйста, вот, мы выбираем здесь регион, просто ткнули на место, теперь открываем Incognito, нажимаем Rent Car Dubai. И вот здесь вот вы должны будете видеть рекламу. Но для этих целей нужно, конечно же, что, видите, я рекламу не вижу, нужно обновить вашу локацию, разрешить и увидеть. Если же вы рекламу свою не видите, скорее всего, вот, видите, у вас стоит Real Location, нужно выбрать Fixed Location и обновить. Если вы свою рекламу не увидели, скорее всего, в этом браузере Хрома у вас стоит блокировщик рекламы. Сейчас я сделаю манипуляцию и запущу его там, где блокировщика рекламы у нас нет. Теперь, если мы настроили наш плагин, выбрали наш регион, как положено, Дубай, вот вбили запрос Rent Car in Dubai, к примеру, и мы видим рекламу, по которой как раз сейчас кто-то и рекламируется. Вот можно увидеть рекламу сверху, рекламу снизу, как выглядят объявления всех сайтов, конкурентов, которые откручивают сейчас рекламу. В любой запрос вы вбиваете, видите рекламу, видите активность по этой рекламе и тому подобное. Самый простой способ посмотреть рекламу на сегодняшний день в том виде, как она работает, это, конечно же, просто вбивать поисковые запросы в соответствующей настройке Geo и смотреть, как выглядят их текстовые объявления. Вы точно так же можете менять IP-шник, менять при помощи плагинов, которые меняют IP, и видеть всю картину целиком, без каких-либо сложностей можно как раз видеть всех ваших конкурентов, просто вбивая эти запросы, выбрав нужный регион. Других способов, к сожалению, хороших я не знаю. Если вы знаете, напишите в комментариях, чем вы реально пользуетесь, потому что поисковую рекламу по конкурентам все эти тулы вытягивают очень плохо, а если вам нужно изучить тексты объявлений, это самый проверенный способ. Сегодня мы рассмотрим напоследок, как анализировать реферальный трафик конкурентов. Суть заключается в том, что некоторые сайты могут получать трафик со сторонних источников, и эти источники надо трудно поймать. И здесь нам даже будет достаточно бесплатного инструмента SimilarWeb. Спасибо, серпстат, я нашел у них клевую статью, решил изучить, как это работает, и сейчас мы это активно применяем. Суть заключается в следующем, ничего в этом сложного нет. Вы вбиваете сайт, который вы хотите проанализировать. Давайте, допустим, мы снова пойдем будем смотреть нашу розетку. Здесь есть такая фишка, как сравнение сайтов. Вы можете воспользоваться как бесплатной версией, так и платной версией, которая там про SimilarWeb, но которая не активен аккаунт. Я сейчас покажу, как это выглядит на бесплатной. Вы можете сравнить только два сайта. А вот для псевдоплатной версии сайта вы можете сравнить сразу пять сайтов, что очень удобно. Поэтому делайте себе про-версию, она заканчивается, вы себе в ней пользуетесь. И в чем в ней классно? А в ней классно то, что можно вот так вот пять сайтов, их менять, и вам система не будет там лимитировать количество проверок. А вы можете просто это делать сколько угодно. И вытащить все нужные данные, которые вас интересуют. Например, можно посмотреть географию всех этих сайтов. Ну, понятно, я выбрал сайты, которых география чисто украинская. Но вы можете выбрать свои, перепроверить. Можно посмотреть демографию. Условно говоря, какая часть мужчин, женщин приходится на какие сайты, какой возрастной сегмент. И, соответственно, чем больше вы конкурентов напихаете, тем больше вариаций вы сделаете, какие сайты имеют какое соотношение, там, конкурент, возраст, пол и тому подобное. Для маркетолога это просто must-have. Вы просто взяли пять сайтов конкурентов раз, потом пять сайтов конкурентов два, пять сайтов конкурентов три, и получили информацию, ага, действительно, вот все сайты в этой нише, вот у них такое распределение по полу и по возрасту. Я взял пять, вы можете взять двадцать пять, вы можете взять самых мелких, больших, каких угодно сайтов, запихнуть и вытащить вот эти метрики. Самые маленькие сайты, правда, вы ничего не увидите. Обращу внимание, здесь, если вы видите вот такой вот значок, это значит, что функция платная, то есть за нее надо платить. Там, где того значка нету, она вполне себе бесплатная, ее можно посмотреть. И этих функций, на самом деле, не так много бесплатных, но их посмотреть можно. Если вас интересует то, что ради чего мы пришли, это реферальный трафик, это находится веб-сайт перфоманс. И здесь вы можете увидеть сравнение каждого сайта по каким-то своим критериям, по каким устройствам они, там, десктоп, мобайл, можно увидеть, да, интересный, забавный вариант, что розетка, она более десктопная, чем все остальные сайты, а все остальные сайты больше мобайл. То есть можно посмотреть, сравнить визиты сайтов между собой, то есть перебрать, всю информацию можно вытащить, просто вот так вот меняет, здесь сайты напоминают. По поводу визита, повлечения, это все, конечно, хорошо, но мы идем сюда ради за другим. Мы идем и смотрим, за счет чего каждый сайт привлекает трафик. И вы можете увидеть, какая доля у каждого сайта прямого трафика, то, о чем мы говорили, e-mail, то есть кто активно работает с e-mail, а кто хуже. Например, у кого какой реферальный трафик, и допустим выбрать как раз тех, у которых этот процент больше, и дальше их в дальнейшем анализировать, меняя их же здесь для другого отчета. Социальный трафик, может смотреть, кто активно использует соцсети для того, чтобы возвращать свою аудиторию. Органика, кто сильнее в органике, у кого органический трафик составляет львиную долю. Кто больше льет платную рекламу, что тоже довольно интересно, можно увидеть, кто реально вкладывается в платную рекламу, в то время как остальные дают более другим видам трафика. И Display Ads, это баннерная реклама, ее SimilarWeb выделяет отдельно и выделяет ее в определенной доле. И в SimilarWeb с напоминаемой платной версии, да, можно посмотреть эти креативы, но только за какой-то период времени. Здесь в поисковых запросах вы лучше охреп, здесь не смотреть нечего, как говорится, здесь проходим мимо. Платная реклама аналогичная, он говорит там вроде бы большое количество запросов, да, то есть, но в целом не то. Вот наш сам отчет, ради чего мы сюда пришли. Это отчет по реферальным сайтам. Здесь можно увидеть, с каких сайтов приходится, какая доля трафика на какой ресурс. Угрнет это почта, то есть это e-mail трафик, который ошибочно распознается как реферальный. Hotline, это сайт сравнения цен. И вы видите, что розетка по Hotline рвет и мечет, и с Epicenter они просто делят рынок между собой. То есть, вот если сравнивать эти два сайта между собой. Если мы, допустим, уберем Epicenter и добавим кого-то там другого, давайте, вот мы уберем Epicenter и добавим какой-то стилус и посмотрим реферальные каналы, где мы тут смотрели. Мы увидим, что отвалился e-mail аж на третье место, и вот здесь вот по Hotline мы видим вот картинка распределилась чуть-чуть иначе. Видим, да, такая доля реферального трафика у стилуса, то есть она высокая, потому что он за счет Hotline в принципе и живет. Можно даже убедиться, посмотреть, увидеть, что реферальный трафик у стилуса довольно-таки высокий, то есть если сравнивать в доле трафика. И на что обратить внимание, вы можете иногда увидеть, тут есть всевозможные сайты, с которых они берут трафик, но следующий момент для тех, кто занимается платной рекламой, здесь есть такая штука, как дисплей от Network. Объясню просто. Платная реклама есть же еще не только от Google, есть другие поставщики рекламы, которые предлагают ее. Как вы видите, есть от Network, вот Google Display Network, и вы видите, что в Google Display Network все сидят, а розетка берет, пользуется еще травмагом таким, давайте посмотрим, что это. А травмаг, это Advertising Network, это партнерская система, баннерная реклама, которая позволяет рекламировать магазины, просто рекламирует их товары повсюду. Я не рекламирую этих ребят, просто говорю, что есть. Вот там есть RTB House, вы вот так вот вбиваете. Вот, пожалуйста, еще одна рекламная система, которая позволяет рекламировать ваши товары. Вы думаете, что все кроется вокруг только Google Ads? Нет, не Google Ads. Как вы видите, даже Facebook у них не пахнет. MarketGit, все знают этот MarketGit, он до сих пор жив, здоров, как вы видите, платформа нативной рекламы, вот он есть, NGit. Вот, пожалуйста, рекламная система и Gameus, Gameus мы тоже знаем. Вы спросите, а где-то реклама показывается? Может, вы видели рекламу розетки на онлайн кинотеатрах всевозможных, мы могли видеть рекламу розетки на всевозможных сайтах, баннеры такие, большие, крупные, на которых нет пометочки, что это баннеры Google Ads, они чуть-чуть отличаются, они другой дизайн, а не пользуются этой рекламой. И если вы скажете, что она невыгодная, ну, посмотрите сами, ваш конкурент вливает в нее деньги, и если вы уверены, что этот конкурент финансово грамотный, у него с маркетингом все хорошо, я бы сел и задумался, а может, есть смысл тоже попробовать. Не сидеть только на одном Google Ads, где конкуренция просто жесткая, а попробовать другие формы рекламы, где можно поймать себе аудиторию. Резюмируем. Что мы научились? Мы научились искать слабые стороны конкурентов. Мы научились, как на основе сильных страниц конкурентов, оптимизировать свой собственный контент, чтобы лучше чувствовать себя в поиске. Также мы научились исследовать рекламные креативы ваших конкурентов. Через поиск можно отдельно посмотреть отдельные вахрев, в частности, что касается поисковых объявлений. Но я рекомендую все-таки поисковые запросы проверять в поисковом строке и смотреть рекламу, которую вы реально увидели, меняя соответствующее гео. Иногда, меняя гео, вы можете действительно наткнуться на необычные результаты рекламы, которую вы увидите. Ну и, конечно же, мы научились смотреть, из каких сайтов реферальный трафик получают ваши конкуренты. Перебирая их вот так вот в SimilarWeb, можно выбрать целый список сайтов. А также мы научились, какие рекламные системы можно выловить, просто анализируя эти сайты в SimilarWeb, банально вытаскивая рекламные системы. И анализируя все эти цифры, вы можете прийти к выводу, что ваши стратегии, возможно, требуют серьезного пересмотра. В частности, стратегии по платной рекламе, стратегии по оптимизации текстовых страниц на сайте. Все это можно сделать, просто проанализировав трафик. Найдя слабые стороны в вашем трафике, слабо конвертируемые странички в вашем трафике через Google Аналитику и анализируя уже ваших конкурентов при помощи этих инструментов, можно действительно заняться тщательной переработкой вашего ресурса. Если вы спросите, делаю ли это я, мы, наша команда, это делаем. Вы можете к нам, конечно же, записаться. Я оставлю ссылочку, как отправить ваш сайт к нам на анализ, пожалуйста, в описании. Вы можете в закрепленном комментарии отправить мне заявку, и я рассмотрю ваш сайт и предложу вам тоже стратегию. Такой глубокий анализ конкурентов обязательно вам скажет, где ваши слабые стороны, какие страницы и как надо оптимизировать, какие рекламные сети есть смысл рассмотреть, и, конечно же, как нужно бороться с сильными конкурентами, где искать слабые дыры у них, по каким нишам, запросам они чувствуют себя плохо.